На одной волне 7 мая в России отметят День радио. Ведущие звукорежиссеры и связисты считают этот праздник своим. В канун памятной даты наши корреспонденты побывали на одной из местных радиостанций, пообщались с коллегами-радийщиками и погрузились в магию прямых эфиров. Просыпайтесь, не стесняйтесь, в 8 утра в Иркутской области с новыми силами на трудовые подвиги. Поскольку у нас начинается любимое утреннее шоу Дай-5, значит сейчас максимальный заряд энергии и позитива. Меня зовут ваша Даша, до 11 буду вашей компанией. Такое трудно забыть. Почти 22 года в прямом эфире. Хоть Дарью Жук поклонники видят редко, но всегда узнают по голосу. Хорошее настроение и позитив она дарит слушателям каждый день. Как отмечает радиоведущая, за последнее время медиатехнологии кардинально изменились. Но Дарья уверена, что радио, как и телевидение, хоронить рано. Никуда оно не уходит, никаких позиций своих не сдаёт. Мы, конечно, любим накачивать себе музыку на флешки, но общения это очень хочется. Хочется динамики, хочется поддержки, а радио тоже это даёт. Рассказать новости последних минут, зарядить бодростью на весь день и при этом быть выразительным и красноречивым – такова работа радищика. Их главный инструмент – это голос. Только через него ведущие могут передать слушателям весь спектр эмоций. Сегодня, пожалуйста, другой уже совершенно человек отправляет свои фотографии из Адлера. Почему все, кто в Адлере, кто в Казань, кто в Таиланд, мы сидим в этом, в Иркутске… Слушай, мы не понимаем ваши намёки. Вы что от нас хотите? Уничтожить морально своими фотографиями. Кто-то ловит волну в машине по дороге домой, а некоторые слушают подкасты на работе. Технологии, изобретённые более ста лет назад, активно применяют и по сей день. 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов презентовал первое устройство для приёма и передачи радиосигналов. С тех пор изменилось многое, но представить нашу жизнь без радио просто невозможно. Андрей Иванов, Оксана Крикунова, Олег Левченко. Местное время.